2 мая 1960 года. Турция, город Аден. Турецкий журналист Сулейман Мелех отдал статью в набор и вернулся за свой стол. Ему необходимо было отчитаться перед новым начальством. С тех пор, как его, советского агента, перекупила американская разведка, у него не было существенных заданий. Заказной материал о пропавшем У-2 стал его первой серьезной работой. ЦРУ были уверены, что Пауэрс выполнил свое задание до конца и покончил с собой. Но в Вашингтоне хотели знать наверняка, что случилось с пилотом, а Советский Союз держал паузу и не делал никаких заявлений. По заданию ЦРУ Мелех должен был опубликовать статью с подробностями исчезновения пилота и тем самым спровоцировать Советский Союз на ответный ход в прессе. Как называемые подробности, разумеется, подкинули журналисту спецслужбы США. Статья рассказывала о том, что самолет летел со следовательской миссией от НАСА, заблудился и случайно оказался в воздушном пространстве СССР. Москва никак не отреагирует на дезинформацию Вашингтона и будет хранить молчание еще несколько дней. Но 5 мая на пятой сессии Верховного Совета СССР Никита Хрущев выступит сенсационным заявлением. Он сообщит, что американский шпион сбит над территорией Советского Союза ракетой с первого выстрела. Больше никаких подробностей. И только через несколько дней к концу работы сессии советский лидер прояснит ситуацию. Пилот жив. Сообщим и сразу все, как было. Американцы придумали бы иное объяснение, добавил Хрущев. То, что первая ракета поразила неуязвимый, как американцы считали, самолет-разведчик, причем он имел достаточно низкую по тем временам отражающую поверхность, то есть его локаторы видели, но видели гораздо хуже, чем обычный самолет, все это, ну так скажем, отрезляюще подействовало на руководство США. Естественно, часть планов, которые они строили в отношении Советского Союза, им пришлось пересмотреть. В ответ на сенсационное заявление Никиты Хрущева, обличенный Эйзенхауэр устроил пресс-конференцию, на которой отверг все обвинения в шпионаже, и напомнил СССР, что русским не стоит забывать о деле Абеля. Но как раз об Абеле в Советском Союзе прекрасно помнили. Сразу после публичного суда над Фрэнсисом Пауэрсом, который состоялся 17 августа 1960 года, американского пилота узнал весь мир. Более популярного человека на тот момент, наверное, и не было. Ситуация складывалась как нельзя лучше. Советское руководство было уверено, Пауэрс стал идеальной фигурой для обмена на советского резидента Фишера Абеля. Но американцы считали иначе. Они обозначили свои условия обмена. Одного летчика им показалось мало, и в придачу к Пауэрсу они запросили еще троих. Это двое граждан ГДР, осужденных за измену родине, и один американский студент, попавший под каток правосудия в СССР. Выдержав дипломатическую паузу, Москва приняла поставленные условия. Можно ли говорить, что было какое-то документальное решение о том, что состоится такой обмен? Нет. Такого не было, но служба внешней разведки очень давно начала работать над освобождением Абеля. Началась переписка с немцами. Был такой адвокат Фогель, который помогал немецкой разведке и помогал разведке нашей абсолютно официально. Началась переписка. Оставалось самое сложное – технические детали обмена. Между двумя странами началась активная дипломатическая переписка, которая растянулась на долгие месяцы. Но результат устроил всех. Американцы, уверенные в том, что Рудольф Абель – немецкий шпион, предложили обменять Пауэрсона Абеля в Берлине, на мосту Глиники, который был расположен между восточной и западной частями Ермании. Жене и дочери Абеля Фишера сообщили, что будет обмен, и они должны срочно быть в Берлине. Абеля доставили на американских военных самолетах из тюрьмы в Берлин. Посадили его в тюрьму, и даже не в простую. Его, скажем так, охраняло несколько человек, усиленный наряд. Они боялись очень, что даже оттуда, из Атланты, из Америки, он что-нибудь вывезет. Вывезет что-то такое, что нанесет, скажем, урон определенной Америке. 10 февраля 1962 года. Германия, Берлин. Мост Глиники. Обмен был назначен на 8 утра, но представители обеих сторон прибыли на место заранее. Сначала пограничники пропустили к центру моста дипломатов. Они встретились ровно посередине. Визирование документов, подтверждающих процедуру обмена, заняло около 30 минут. После отмашки Пауэрс и Фишер медленно пошли навстречу друг другу. Сделка чуть было не сорвалась по вине полковника Шелтона, который, не выдержав напряжения, бросился к своему подчиненному. Но Пауэрс проявил незаурядную выдержку. Сторонам удалось избежать конфликта, и операция завершилась точно по плану. После обмена на мосту Глиники всеобщий интерес к главным героям этой шпионской истории затихнет. Пауэрс уйдет в гражданскую авиацию, а Фишер будет преподавать теорию разведки в высших учебных заведениях органов безопасности. Приемник Эйзенхауэра, президент США Джон Кеннеди, заморозит все разведывательные операции в небе на территории СССР. Но отношения между двумя державами окончательно испортятся. И на мировую арену выйдет другой сюжет – Карибский кризис. У советских военных появится новый шанс встретиться с американским самолетом-шпионом У-2.